вот всем доброе утро мы собрались ехать в пещеры не знаю что из этой затеи на сегодня сиденье у нас получится алтын бешик показывает что ехать нам 2 часа 4 минуты 146 километров вот с утра мы вышли гулять в джинсах я вообще кожаную куртку надела сейчас едем джинсах но думаю мы погорячились надо было надевать шорты но ничего мы с собой целый пакет набрали себе шорт набрали купальников черри взяли маечку на всякий случай если вдруг похолодает резко вчерашнюю шаурму отзывы шаурма вкусная была но нам не хватило майонеза и кетчупа мы сбегали в магазин все это дело купили все заправили денису шарму съел я не доела даже половины мы всем порезали и взяли с собой есть мало ли на чем помирать с голоду и и сидим ну посмотрим пока у нас погода хорошая я переживаю как бы море не остыло потому что море то еще покупаться конечно хочется сейчас заправимся еще раз и двинем в путь короче тут такая ситуация приезжаешь на заправке даже не выходишь из машины даешь им деньги они тебя заправляют мы вчера забрали думать что-то как-то мало нас сегодня оказывается нам вливают евро дизель и необычно евро и надо значит им это все говорится нам обычный дизель сейчас нас заправили на 50 вир 7 метров 140 миллилитров посмотрим насколько нам хватит у нас от вчерашнего пол бака оставалось мы пока добавляем добавляем друг нам на дальние куда-нибудь надо будет ехать можно смотреть она сейчас больше чем пол бака но вот как раз посмотрим сколько она израста больше четырех делений так что такая ситуация на сегодняшний день мы сейчас поворачиваем и навигатор нам показывает что перед монофратор да 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 здесь говорит что нам ехать час тридцать одну минуту сейчас посмотрим что куда-то в дозик по-моему ездит не что и ничего сейчас посмотрим здесь мы еще ни разу не ездили да вот эти стороны вот эти стороны здесь снимали что ли что это там цифры шли да нет по идее просто не откили ничего не откили ну вот мы едем поднимаемся в гору потому что прям уши закладывает и мне что нравится здесь через каждую ну допустим 500 метров стоят палаточки и там продаются мандарины бананы гранаты сейчас же сезон мне интересно конечно какую цену ну что-то прям уже уже куда-то страшненько мы едем что-то страшно что-то страшно что-то уж высоко уже и навигатор показывает 47 километров нам ехать до поворота а во времени еще час двадцать дверь ну что-то я здесь накрутила навертела ты допустим паузу поставь у тебя есть криво стоит и ты там что-то еще делаешь короче ну давно тут издеваются потому что плохо я снимаю вон я какую красоту снимаю потом уж пару раз мне на эти кнопочки нажала ничего страшного обгон здесь запрещен нам некого обгонять я просто рассказываю а там внизу красота красота и очень страшно мы едем червонка сидит у нас на заднем сиденье и недоумевает скажет куда мы опять едем родители ее таскают у нашей собаки у этой вообще очень насыщенная жизнь она вообще везде с нами ну а вторая собака больше он тоже пока не был старенький везде с нами был а сейчас просто ему уже тяжеловатенько хотя на Волку вот в этом году с нами ездил и купался и рыбачил и на лодке катался довольно вот такие у нас горли красивые что-то сейчас такая ситуация какая-то вот едем нам один давно уже поморгал водитель и что-то пальцы показывал потом все ехали нормально и там знак какой-то странный стоял красный-красный 50 камни камни нарисованы вот этот не моргает так что-то странное что-то странное и уже давно мы едем когда нам первый поморгал это было ну минут 15-20 назад и мы прям так руками махал как будто мы думали там что-то страшное вот сколько уже едем пока ничего не видим я подозреваю что здесь где-нибудь обвал какой-нибудь с камнями ну если что увидим тогда заснимем что здесь вообще происходит страсти страсти прямо страсти и еще бы узнать что это ну там какой-то светофор стоит машина стоят этот не моргает этот не моргает какой-то вот какой-то машина кстати повеска мне кажется она давно разбита уже была ну что то что гаишники за стоят это из-за гаишников они так моргали нам ну молодцы там конец страшной истории мы только что проехали какую-то деревнюшку везде обрывы мама осталось нам ехать восемь километров шестнадцать мы нам показываем ну здесь уже такая дорожка и где вот обрывы не стоят никакие отбойники хотя мне кажется отбойники то и не спасут в таких ситуациях небо у нас в тучках сейчас 14 градусов за бортом и вот такая вот у нас извилистая дорожка очень-очень она такая стрёмненькая вообще если папе стрёмненькая то вы представляете какая мне стрёмненькая стекло у нас грязное и пытались дворниками его протереть но дворники чуть-чуть плохие вот едем-неедем в соседнее село на дискотеку вот какие здесь страшные дороги я единственное надеюсь что мы реально едем и он сейчас снимает да да чего так я хорошо снимала сейчас неувязочка была да потому что я нервничаю еще еще и машина как назло ездит здесь часто зачем там вот я представляю здесь на туристическом автобусе ехать да тут с ума сойдешь как мы отдыхали с друзьями в Греции мы поехали на вулкан я не помню как он называется он высоко-высоко в гора и там такие обрывы были это какой-то кошмар мой муж с нами не поехал мы поехали с дочкой и с друзьями и вот друг смотрит так в обрыв и говорит мама да тут так сикотно вот представьте каково мне было ну я считаю всю дорогу конечно закрытыми глазами ехала и удовольствие тоже так себе ну сам вулкан экскурсия классная была ладно теперь наверное уже включимся да подъедем осталось нам 7 километров 15 минут ехать я все-таки решила поснимать сейчас проезжаем какую-то деревушку и нам навигатор говорит что через 310 метров через 300 уже какая-то дорога будет такая и вниз и сказал что очень будет страшно блин как тут вот я еду и думаю как тут туристический автобус ездит или какие-нибудь маленькие потому что какой-то другой дорога не ездит хотя я смелаюсь не проезжайте потому что здесь конечно через 80 метров налево вот сюда наверное да вот здесь автобус тоже явно не проедет ну какой значит маленький так осталось нам ехать 4 километра 10 минут вот пока едем посмотрим что будет дальше здесь вниз здесь вообще вниз и сказали вообще страшно мы потом поднимемся и жить останемся там еще раз у нас еды мало вот такая красота у нас там с той стороны и с этой стороны у нас кажется не очень красота потому что мне страшно вот такая дорога у нас ох и Черри тоже боится и Черри не поймет куда мы едем что вообще происходит мы предлагали кстати остаться дома и она сама не захотела сказал поеду с вами ну вот у нас опять такие облачка ну кстати что то то что я нервничаю но как-то жарко по-моему ну ладно теперь точно включусь когда подъедем вот решили мы остановиться ненадолго там вот парень какая кажется это там вон речка не знаю видно ее будет нет вон она такая маленькая неужели нам к ней ехать тогда поехали обратно с ума садишь воздух аж голова кружится пахнет так вкусно вот наша подруга с нами как всегда Черри там обрыв не ходи туда вот можно приехать здесь сесть посидеть да там река течет сейчас попробую ну нет там не увидишь через камеру не видно будет речку ну слышно может быть конечно ой это вот просто непередаваемый запах да так пахнет вкусно Черри нельзя иди ко мне поближе а то я боюсь ну короче губы у меня искусаны в кровь пока мы вот последние эти километры здесь ехали не знаю по мне так очень страшно я еще хотела мужу сказать то что ну вот дочка приедет сюда ее повезем но я не знаю как еще второй раз можно на это отважиться даже собаке нашей было страшно ладно поедем дальше ну вот такая вот у нас дорога едем 20-30 километров я бы лучше пешком бы пошла но своих же не бросают по идее нам осталось 900 метров 800 а потом куда не знаю тут наверное лучше отстегнутыми ехать чтоб если что успеть выпрыгнуть дай вот там вот у нас здесь солнечный с этой стороны горы с той стороны обрыв ну туристические автобусы сюда ездят ну какая разница ну два автобуса стоят я уже вижу и сейчас посмотрим что будет дальше и обратно дорога я так понимаю точно такая же вот как муж там виногтик продается меня опеть не подготовили в этот раз у меня что-то одни какие-то где-то здесь надо парковаться да вот мы приехали сейчас пойдем посмотрим решили перекусить потом а кому платить или сегодня работает я думаю в этой лавочке надо было платить пойдем пройдем пойдем второй раз мне кажется за этот отпуск я такой дороги не вынесу мы хоть точно туда приехали ну показывал финиш он какие высокие по идее да потому что там елена-то рассказывала то что там же на лодке если я просто не видела такая дорожка здесь у нас лодки по идее лодки должны по речке в пещеру проходить вот если такой осколочек упадет даяться этой скалы вполне покажется вон люди ходят черепа дойди ко мне поближе может просто ходят гуляют ну и мы тогда приехали просто погулять ну-ка сейчас посмотрим что-то а здесь ничего не такого есть только скалы за заборчиком опять же голоса слышны в пещере эхом отзываются а может быть тут надо платить нет тут просто сидят а кушают ли они там акваланги выдают нам надо будет тоже чайку попить да здесь такая кафешка мы на обратном пути попьем да денис ну да сегодня наверно нет ну и что их будем делать она нормально на руки покажи покажи собачку да не пусть это господи окей 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 Денис возьми этот снималку да да а что этот надо один а жилеты еще да да сидите вот такой нормальный ой господи а не торопись то ну нас же просто ждут мне неудобно так давай теперь ты одевайся иди на сразу шлем надень а потом я надену и вот сейчас поедем в пещеру господи чуть не упала я а надо еще разоваться вон как я выгляжу шикарно а че а че тебе у нас как-то все пойдем на держи да че ты держи и еду папа на меня ругается видать нервничает боится ехать на да да пойдем теперь а 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 у а а мне страшно деревья не боись это на водочке любишь кататься компания какая собралась с собачкой трое водки не считая собаки такая тоже можно было упасть красиво да а вода получается вот до сюда поднимается мы говорим что на москре бува это за вот так и все метры тистое метры тистое метры он за холла и кунда дэсмэнда 166 он бистит австралии этажа гиги митрэброхо визе лейдену эстетажа от 150 метра он за холлэ гешэста ланге 15 километра Но в этом центре прошло то же, что есть 5,5 км, в Python-Колькопе есть и в Европе предельно. Восстань, не с небольшим гордиком, и в erste скорость 80 км, и в этом направлении все 40 км. В конце когда уже 60 км, и в том же время, что только областные наши ваги, то есть в области 3.5 км, и так же более 600 метров. Возвращаясь на 14 метров, здесь максимально глубоко. Это первый раз в 1966 году. И здесь три уровня, три уровня. Но мы видим только 150 метров. Здесь около 5,5 километра. Возвращаясь от Бейши реки. Возвращаясь на 10% минерал. Возвращаясь на 11 грязь. И здесь около 16 лет. И здесь около 16 лет . Без afectей с дороже 6. Возвращаясь на 106 километра. И мы его 100-150 километра. Возвращаясь на 106 километра. Подписываясь на 106 километра, а в зуропор – это крупный крап. Возвращаясь на 106 километра. Ещё очень вкусно и вкусно! Я флющий гененен! Приклее граэ дезин ДАСОН НАТО. Эскап трач тут брукет. Абой минута вазничтан. Поэтому я из них попал до древних. Я из них покажу, что мы здесь не можем. В феврале и в феврале мы не будем ее. Потому что в феврале это было, поэтому мы будем ее отбирать. В феврале и в феврале мы будем ее. В феврале я стою на древних. И мы здесь все будем. Это конечно начало, когда мы 3 времена. Но в северном месте здесь водолазбородов. И два брыжа с водой отверстия. Первый брыж здесь, вы можете увидеть. Второй брыж, один из топ-топ-топ-топ-топ. Брыж будет стоить. Итак, мы будем субтитровать. Это был Нату. И мы можем найти много брыжей. Потому что брыжей есть один рейс. Поэтому я даже не могу с вами делать. Совершенно верно, что в этот раз в этом году я упал в 40 метров, пока я не смогу с вами делать. Но я не знаю, как это профессионально. Я тоже не могу с вами делать. Но здесь я только не буду. Тотал 5,6 км. Если я не могу с вами делать, то я не могу с вами делать. Теперь я не могу с вами делать. Я пояр!!! Я пояр! На это все. Причин тут фонта всё, как раз. Которые были в памуш-кале, В этот памуш-кале Которые были так, всё... Которые были так. Похоже, всё это так. ding Которые 15 мм побольше месяце, браво, если к aussi извещен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok 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 птичка стиранула вот и он нам объяснил то что это вот шлемаки именно от таких приятностей ну кстати это хорошая как сказать то господи затор мазков нет принятого к деньгам так что все кто был на лодочке на этой скоро попрет в деньгах будем надеяться а сейчас наверное надо перекусить или перекусить потом после всего этого дела как считаешь сначала перекусим сейчас перекусим и отважный рывок будет вот пожалуйста здесь тоже есть туалет высоко в горах кстати такой гид хороший попался нам который нас на лодочке катал с нами группа немцев было а он сначала им по-немецки все объясню потом нам по-английски это не так и так не поняли ну так он нам сказал то что вода поднимается очень высоко это конечно понятно было и он когда нас не хотели пускать он у немцев спросил можно эту собачку поговорить о маленькой собачкой они сказали да конечно пожалуйста берите туалет и у них кругом все бесплатные нас бы сейчас три шкуры бы собрали подготавливаемся к обеду перекусу о как она думает и для нее так а ты как у нас сюда садись я поставил перекусим и поедем дальше какие у нас на сегодня еще дачи планы до дома добраться всем приятного аппетита лепешка наши вчерашние уже разбавленные с майонезом и печь сейчас за бортом 27 градусов ну что я хочу сказать экскурсия мне очень понравилась а ну того стоило два часа с лишним ехать этих пещер чтобы поплавать на лодочке опять же большой плюс туристов было мало нам разрешили даже собачкой поплавать такие вот делишки сейчас планируем домой чуть перекусим а дальше уже будем думать то ли сюда поехать вечерком погулять по пристани или у себя сегодня погуляем по пристани а я не знаю может быть час попозже чуть-чуть сбегаю в мегрос поищу все-таки овсянку в себя мы сейчас доедем а ланейская сейчас секундочку вот а ланейская крепость так себе обратно мне кажется мы прям как-то быстренько доехали туда выехали ехали 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 а тут беру так у первого да обратно быстрее мы доехали ну наверно потому что туда вниз мы боялись ехать но обратно мы навигатор уже не включали мы уже практически как местные еще обратно когда ехали где вот эти вот жандармы стояли и нас предупреждали что там полиция полиция они уже не стояли такие вот у нас пироги еще хотела сказать мне очень здесь нравится то что вот сколько кладбищ проезжали там всегда на выходе стоит умывальник с водой чтобы люди могли после кладбища помыть руки так это хорошо очень удобненько и здесь очень много на балконов цветов я смотрю разных разных выращиваю сейчас проезжали даже видела что там перчики кто-то там выращивает я просто вспомнила у нас тоже в душамбе мы на девятом этаже жили у меня папка своим руками сколотил ящички для цветов и у нас тоже ночная фиалка там росла еще какие-то цветы и когда шли с остановки прям видно было что они у нас цветут так красиво сейчас мы уже вообще балла не дает вот это центр по центру аланью сейчас мы сейчас аланью да вы проезжаете вот эту вот машину взяли фиат я не знаю мне спина болит как будто как будто на победе полетали очень неудобное сиденье сейчас обратите ты с собой машину не хотите ну это опять же говорю на наш вкус но я не знаю какой тут вкус может быть спина отваливается спина отваливается спина отваливается это получается вот туда допустим два с половиной часа там походили погуляли обратно и уже не знаешь как быстрее бы доехать чтобы вылезти с неё причем уже и опускали сиденье и поднимали и регулировали что мы с ним только не делали ну как то не моё вот наверное лучше вот такой вот ой не успела его снять скуперик купить и на нём гонять ну а может быть вот вот еще один вот едет пожалуйста бабушка вторым пассажиром внутри моста можно купить что в гору на ней можно? ну вчера с Черри пока гуляли видели что к нам вдруг кто-то заказал пиццу привозили доставка была такая на мопедике надо тоже как-нибудь ну тут вот говорят ну знакомых с суши они сушами занимаются там могут даже в частную чем позвонить при визите здесь видать тоже люди подсели на это дело ну или наши там балуются а ну и вот ну может быть димой приедем велики купим вон подождем кататься хе-хе-хе-хе-хе-хе какой то ли вот приехали в Мигрос может быть нам улыбнется удача купим овсянку то прям животик чего-нибудь такого хочет уже какой-нибудь кашки вкусной и купим кокосового молока чего нарисована собакой нельзя я тебе сразу скажу что пешком пойдешь или 1 пойдешь 1 сейчас все пошли дождите ничего здесь будет стоять вот здесь у молочек такую помощь не плачет Субтитры сделал DimaTorzok